Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня поговорим о важных новостях из мира криптовалюты, сделаем обзор рынка, а также я хочу показать вам то, как Ethereum попытался убить Ripple XRP с помощью комиссии SEC. Там взрывная информация, которая показывает, насколько сильно система сгнившая. Такой коррупционной схемы даже наши не могли придумать. Также поговорим про Dogecoin, какие факторы толкают его к росту и что с ним будет дальше, с моей точки зрения. И, конечно же, мы проведем анализ биткоина в краткосрочной перспективе. Прежде чем я начну, хочу попросить тебя поставить лайк и подписаться на канал, если ты тут впервые. На этом канале мы каждый день обсуждаем криптовалюту, так что, если тебе она интересна, буду рад видеть тебя в подписчиках. Нас уже 111 тысяч человек. Очень красивая цифра, между прочим. Последняя неделя была самой взрывной в истории моего канала. Такого я еще не видел, поэтому большое спасибо тебе за такую мощную поддержку всего, что я делаю. А теперь должна быть заставка канала, но я ее не купил. Поэтому обойдемся без нее, сразу перейдем на крипторынок. На рынке мы наблюдаем продолжающуюся коррекцию. Биткоин откатился до 61 тысячи долларов. Эфир снова ниже 2 400. Насчет эфира я считаю, что его ожидает большой взрыв после обновлений, направленных на уменьшение комиссий. Также ончейн информация показывает, что количество розничных инвесторов в эфириум тоже растет. XRP доллар 54 цента. Сопротивление в 2 доллара оказалось серьезным. DoggyCoin достиг исторического рекорда почти 40 центов. 400% роста за неделю. Невероятно. Безумие какое-то, учитывая, что за проектом толком ничего не стоит. Кроме этого, в циркуляции находится 129 миллиардов токенов, что намного больше, чем у топовых криптовалют. Также хочу напомнить, что около 46% DoggyCoin принадлежат всего лишь 12 кошелькам. Почти половина всех монет лежит на 12 кошельках. Так что в любое время, когда эти 12 кошельков захотят, они могут очень сильно обвалить курс этой монеты. Для этого у них есть все ресурсы. Даже Илон Маск призывает эти 12 кошельков слить свои монеты, чтобы DoggyCoin стал менее централизованным. Так что в любой момент курс этой монеты может очень серьезно пострадать. У них слишком много монет, чтобы даже такой синдром упущенной выгоды, который мы сейчас наблюдаем, с ними справился. Особенно на таких пиках. Если мы изучим вот этот крайний пик DoggyCoin, то увидим, что он вырос где-то до 8 центов и потом обвалился до 4. То есть это вполне то, что его может ожидать после достижения очередного пика. Около 15 часов назад Илон Маск опубликовал у себя в Твиттере этот пост. Doggy лает на луну. Он набрал 278 тысяч лайков, а в комментариях под ним люди спрашивают, как купить DoggyCoin. Где и как я могу купить DoggyCoin? Мне вот интересно, почему комиссия SEC до сих пор не взялась за Илона Маска? Такие действия не совсем законны. Тета на фоне падающих топ-10 криптовалют сегодня дала 10%. Не DoggyCoin, конечно, но зато хотя бы этой криптовалютой я владею. И знал бы ты, как я жалею, что потерял кошелек DoggyCoin. Больше 100 иксов потерял. Кстати, еще одно интересное замечание, которым я хочу поделиться. В последний раз, когда мы видели такой быстро растущий DoggyCoin, многие мелкие альткоины с маленькой капитализацией тоже хорошо начали расти. Как раз за такими мелкокалиберными проектами я веду постоянную охоту с переменным результатом. И иногда рассказываю о них у себя на канале. На Finance Yahoo вышла статья про 10 лучших криптовалют для инвестирования в 2021 году. Фактически они опубликовали топ-10 самых крупных криптовалют. Это Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano, Polkadot, Ripple, Litecoin, Chainlink и Stellar XLM. Они опубликовали топ-10 криптовалют с кратким описанием. Но все равно я считаю, что вот эта статья – это очень хорошо. Даже несмотря на всю ее банальность. Посмотри на посещаемость этого сайта. Около 330 миллионов человек в месяц. При этом она еще и растет. Безусловно, любые упоминания криптовалют на этом сайте – это большой плюс в копилку массового распространения этих криптовалют. Все больше финансовых ресурсов уделяет внимание криптовалютам. Ведь пока фондовый рынок за этот год вырос на 11,5%, многие криптовалюты за это время дали до 8600%. Неудивительно, что внимание смещается с фондового рынка на криптовалюту. Биткоин за 62 тысячи долларов до сих пор считается хорошей покупкой перед следующим прыжком цены, считает инвестиционный фонд WellShare Capital. Я тоже верю, что биткоин в остатке апреля будет расти, но я все равно его не покупаю. Я накапливаю его с помощью альткоинов и держу в долгосрок. Планирую, что предпоследнюю часть биткоина я буду держать вплоть до 20 лет, прежде чем продам. Последняя же часть останется у меня навсегда. Давай посмотрим на этот график, который отображает биржевые ордера на покупку и продажу биткоина на бирже Binance. На этом графике четко видно, что ордера на продажу на Binance выстраивались на уровне 65 тысяч долларов. Следующая же существенная зона продаж от 70 до 72 тысяч долларов. Биткоину придется попотеть, чтобы преодолеть эти зоны. Скорее всего, ему понадобится для этого хорошая новость. Например, вот такая. Компания Акер, зарегистрированная миллиардером в Норвегии, вложит все свои казначейские вложения в биткоин. Только было бы неплохо, чтобы такая новость прозвучала из уст компании Apple. Но я думаю, рано или поздно мы услышим от них такое. Это просто эволюционно неизбежно. Также, несмотря на коррекцию, через которую биткоин сейчас проходит, настроение инвесторов достаточно устойчивое. А общее количество биткоин-кошельков с балансом 0,01 биткоина и больше впервые в истории превысило 9 миллионов. Так что перспективы для биткоина все еще оптимистичны. Хотя есть, конечно, и негативные новости сегодня, из-за которых биткоин и упал. Первая такая новость. Турция запретила криптовалюты в качестве оплаты товаров и услуг. Центральный банк Турции выпустил заявление о том, что криптовалюты и другие подобные цифровые активы не могут прямо или косвенно использоваться в качестве платежного инструмента и назвал незаконными все операции по оплате цифровыми деньгами. Регулятор объяснил, что эти активы не подлежат никаким механизмам регулирования и надзора, создавая риски безопасности и возможных убытков. Я один вижу в этом неизбежный тренд. Страны по всей планете усиленно работают над цифровыми валютами, ведь они-то как раз-таки подлежат всем механизмам регулирования и надзора. Зачем им, когда эти ЦВЦБ будут готовы, какие-то криптовалюты? Думаю, мы еще не раз услышим подобные заявления не только от турецкого банка в 2021 и 2022. И еще одна не очень хорошая новость. Банк Америки опросил 200 профессиональных инвесторов с общим капиталом на 533 миллиарда долларов. Выяснилось, что 74% инвесторов считают биткоин пузырем. 16% ответили нет, а остальные не определились с ответом. Ничего удивительно в этом не вижу, так как каждый раз, когда биткоин взлетает, появляются такие заголовки, что биткоин – это пузырь. Я не считаю биткоин пузырем. Мы видим большое развитие индустрии. Мы видим, как она становится удобнее и дружелюбнее. Множество платформ развивают новые способы использования и применения и так далее и тому подобное. Да, при достижении пика буллрана нас ожидает медвежий рынок, но я не думаю, что его дно достигнет предыдущего исторического пика в 20 тысяч долларов. О 20 тысячах долларов за биткоин придется забыть навсегда. Три причины, почему Dogecoin так сильно вырос и стоит уже 10 центов. Это было 21 час назад, сейчас Dogecoin стоит уже 40 центов. Первая причина банальная – рынок альткоинов сильно растет. Вторую причину объясняет Spartan Group, один из крупнейших фондов в Азии. Множество финансовых фондов торгуют и биткоином, и альткоинами. Когда альтернативы выглядят привлекательнее по сравнению с биткоином, они реинвестируют прибыли с биткоина в альткоины. Эта стратегия доказала свою эффективность, и они ею пользуются. И, наконец, третья причина – это, конечно же, Илон Маск. Как я и предполагал вчера, Dogecoin продолжит расти, пока Илон Маск рекламирует его у себя в Твиттере. Пока что он делает это с завидной регулярностью. Сначала люди удивлялись этому и думали, что это краткосрочная акция, поэтому мы и видели откаты Доги Коэна. Но теперь все думают, что Илон Маск так просто не отпустит свою собачку с поводка. Именно поэтому Доги опять взлетает как сумасшедший. Илон Маск – один из самых известных людей в мире. Только в Твиттере у него 50 миллионов подписчиков. Он является лидером мнений и в криптосфере. Лично я думаю, что Доги Коэн в ближайшее время ждет коррекция. Но если Илон Маск продолжит в будущем гнуть свою линию, а крипторынок в целом продолжит расти в 2021-м, то Доги Коэн вполне может дорасти до 1 доллара. Теперь я хочу показать эту статью перед тем, как разгромить СЕК и обличить ее во всей грязи и пошлости, о которой даже стыдно говорить. После того, как XRP достиг 1 доллара 96 центов, он откатился, во время чего было ликвидировано позиции на 420 миллионов долларов. Как раз то, о чем я вчера говорил. Кредитная торговля – это зло. Она, во-первых, лишает всей позиции трейдера, который торгует с кредитом, а во-вторых, притормаживает рост криптовалюты. Я нахожусь в долгосрочной позиции по XRP, но безо всяких кредитных плечей, просто держу его на кошельке Ledger. Когда его курс падает, безусловно, в долларах я теряю, но все XRP так и остаются моими, а моя позиция не ликвидируется. Только такие инвестиции в криптовалюту я признаю. Никаких кредитных торгов. И, наконец, самое вкусное на десерт. Возможно, я даже выложу это отдельным видео, потому что это того достойно. Криптало пишет. Срочные новости. Марк Бергер, работающий в комиссии по ценным бумагам и биржам США, и который руководил возбуждением дела против Ripple в последний день работы председателя Джея Клейтона, сменил работу. Теперь у него новое рабочее место. Угадай, где и с кем он работает у Симпсона Тэтчера. Это действительно так. Марк Бергер – это человек, который работал в СЕК и руководил возбуждением судебного дела против Ripple. Теперь он перешел работать под крыло Симпсона Тэтчера. Ты спросишь, и что здесь такого вкусного и горячего? Ну, работает он в какой-то компании, и что? Если мы зайдем на сайт Эфириум Альянс и поищем здесь Симпсона Тэтчера, мы его здесь найдем. Оказывается, он является членом Эфириум Альянса. Также именно он вывел на рынок крупнейшую компанию по производству оборудования для майнинга и платил Биллу Хинману 1,6 миллиона долларов в год, когда он был главой отдела по корпоративным финансам комиссии по ценным бумагам и биржам США. А платил он за то, что Эфириум не признали ценной бумагой. И, соответственно, не подавали на него в суд. Когда в 2018 году Билл Хинман заявил, что Эфир не является ценной бумагой в СЕК, он получал пенсию в размере 1,6 миллиона долларов в год от Симпсона Тэтчера, члена Эфириум Альянса. Последним крупным актом Бергера перед уходом из комиссии была подача иска против Ripple, что привело к делистингу XRP, обвалу курса и потере инвесторами 18 миллиардов долларов. СЕК это мошенники, а Джей Клейтон должен сидеть в тюрьме. Вот что говорят инвесторы. Думаешь, это все? Как бы не так. Я забью окончательный гвоздь в крышку гроба коррупционеров и мошенников СЕК. На сайте все того же Симпсона Тэтчера из Эфириум Альянса я нашел очень интересное письмо от 12 января 2021 года. И вот оно прямо сейчас на твоем экране. Я просто шокирован этим цинизмом и явным нежеланием заметать следы, или хотя бы ну как-то имитировать боязнь наказания за все свои коррупционные преступные действия. Нет, они все оставили, даже я смог докопаться. Это уже даже не наглость. Такого слова, которое может охарактеризовать происходящее событие, просто не существует. Бывший глава отдела комиссии СЕК по корпоративным финансам Билл Хинман возвращается в Симпсон Тэтчер. Мы рады приветствовать Билла в нашей компании. Его уважают за образцовое руководство на протяжении всего срока пребывания комиссии по ценным бумагам и биржам США. А также наверняка его уважают за то, что в свое время он не подал иск против Эфириума и не сделал все то же самое, что сейчас сделают с Риплом. А просто-напросто продался и отказался от того, чтобы назвать Эфириум ценной бумагой. А теперь возвращается под крыло родной матери. Эх, Билл Хинман, что же ты наделал? В своих видео я не раз предполагал, что этот суд против Рипл является конфликтом интересов. Но это были только предположения. Теперь я уверен в этом на все 100%. На все 101%. И честно говоря, прямо-таки неприятный осадочек остался. Мне не было так неприятно, даже когда курс XRP обвалился. Курсы курсами. Но когда так поступают люди... Меня зовут Богатейщий Ди. Если видео тебе понравилось, не забудь поставить лайк. Подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делись видео с друзьями, комментируй и обязательно богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok